ну давайте жду всех в эфире привет привет друзья давайте сделаем проверку связи если вам хорошо видно и слышно дайте мне знать пожалуйста поставьте пальцы вверх если вам хорошо видно и хорошо слышно привет украина всем привет мне очень важно мы с вами немножко подождем катю она сейчас возвращается домой буквально несколько минут мы ее подождем где-то минуточек через 78 она к нам присоединиться расскажите как ваши дела расскажите как ваши дела чем занимаетесь дома сидите на работу ходите с какого города вы нас смотрите ждали ли вы эфир с катей или нет рассказывайте пока есть время поболтаем немножечко немножечко поболтаем расскажите как ваше настроение андрюша да тут писягов андрюх привет друзья пожалуйста не нужно отправлять запросы на прямой эфир вот опять начинаю эфир с этих слов давайте не будем отправлять запросы на прямой эфир просто потому что мы пропустим эфир катин в сочи огонь ты работаешь классно это очень здорово воскресенск москва всем привет ешь корла привет большой грузии тоже привет работаю москва настроение отличное класс класс привет ребята привет привет киев ждет катю мы тоже ждем катю сейчас буквально через минут пять катя присоединится друзья царя в студию больше не будет царь в студии уже был тогда царь за вопрос не знаю спрашивала тоже спрашивала у царя какой вопрос он выбрал он до сих пор думает какой вопрос он выбрал так до сих пор и не придумал донецкая народная республика тоже привет волгоград привет большой магнитогорск привет владивосток привет владик интервью с гочи будет на следующей неделе я вам немножко сполерну башкирия привет орел привет для тех кто не в курсе что это за девушка я пресс-секретарь rdsgp очень приятно познакомиться меня зовут алиша так что всем привет красноярск привет большой ростов-на-дону привет царь так царь скоро выберет я ему сегодня же напомню великий новгород тоже привет катя написал мне только что ватсапе что она успевает будем ее ждать так что будем ждать катю одесса привет большой все ребят по поводу первого этапа у нас как вы уже видели обращение дмитрий андреевич да на прошлой неделе мы вынуждены просто в связи с ситуацией стране перенести первый этап мы обязательно его проведем мы ничего не отменяем мы обязательно все этапы проведем но мы проведем их с небольшой задержкой до первого этапа и наверное немножко в ускоренном темпе но все равно сезон состоится нас нам этот вирус вирус не страшно в принципе ничего не страшно поэтому поэтому будем не знаю не молиться мы просто будем верить и надеяться ждать лучшего и дадим пилотам подготовиться еще больше да по времени в прошлом году смотрел твои эфиры когда были в сочи да я всегда веду прямые эфиры с этого аккаунта уже вот четвертый сезон на этой неделе зарубин обещал да 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 в общем ситуация такая по поводу эфиры с гочи как только выйдет фильм про японию а он выйдет уже совсем скоро мы сразу же сделаем эфир с гочи либо во вторник следующий либо в четверг так любые оскорбления катина боченко или любые оскорбления вообще пилотов рдс любые оскорбления организаторов за это сразу все отправляются в банк вы не обижайтесь но это терпеть невозможно и это будет наказано маша привет ждем катю сейчас посмотрим отправляла ли катя запрос нет катя запрос еще не отправляла катю еще ждем улан д большой привет огромный привет красивые накаченные губы накаченные да эфир с гочи будет точно кстати не пропустите да наш эфир с лосевым женькой он будет в четверг то есть послезавтра и внимание в 14 00 по москве потому что он в иркутске и ему немножко поздно в 5 часов по москве поэтому мы идем на уступки поэтому в 14 00 не пропустите пожалуйста давайте еще раз посмотрим катя еще не с нами катя мне написала письмо что катя едет письмо катя мне написала сообщение что она едет сейчас домой поэтому мы ее ждем да а пока можем поздравить илюху федорова с днем рождения илюхо с днем рождения силовик ты наш пускай у тебя все будет хорошо и наконец-то 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 пускай там все сварится приварится и все произойдет будут ли изменения в регламенте в этом году конечно же изменения в регламенте будут он уже практически дописан так что он будет скоро опубликован если вы хорошо знаете регламент прошлого года то вы заметите существенные изменения в этом году тоже так что регламент пишется изменения будут в крыму рдс если у вас случится рдс крым то возможно будет проходить и так а вот и наша катя наша и у нас будет сейчас женский стрим катя катя ты где я отличается катя ура наконец-то всем привет всем привет я прошу прощения что чуть опоздала как новогодний дерево очень-очень старалась приехать вовремя я просто сбежала за город на время так скажем изоляции но периодически я еще в город за едой и вот в общем распугивала сейчас дайцев лесу часть сюда но все правила молодец да да будем бить рекорд так ты договорилась со своими ребятушками подписчиками слушай я их предупредила но я конечно не могу конкурировать по популярности с аркадием петровичем вот поэтому к сожалению даже попа евгения ружейникова в эфире не сможет не сможет так так катюш расскажи где ты проводишь самоизоляцию рассказывай нам всем очень интересно знать мне по крайней мере интересно ну смотри я изначально прилетела вообще с канарских островов и две недели я провела не две недели на самом деле 12 дней мне получилось провести дома в москве я действительно не выходила из дома там только из разряда за едой два раза вышла вот и прям так ответственно достаточно к этому моменту отнеслась но потом надо было лететь в екатеринбург и других вариантов не было в общем я прилетела сюда и с тех пор я сижу здесь и сижу сейчас вообще на даче потому что в городе все равно все закрыто ничего не работает на улицу не выйдешь все в масках ситуация достаточно напряженная я решила вот сбежать за город взяла собаку взяла евгения и в общем сидим здесь как два сычага взяла собаку многие просто не ожидали ожидания не ждали такого ожидания фразы взяла собаку . тут еще Женька никто не знал что Женька на самом деле до сегодняшнего наверное твоих сторис что Женька там с тобой вместе карантинится веселее чем по отдельности слушай однозначно веселее на самом деле нам скучать не приходится мы каждый день что-то делаем тут по дому прибираемся разбираем осваиваем значит шашлыки какие-то там истории как камин топить в общем собакой иногда гуляем в общем у нас тут достаточно такая движущная жизнь плюсом здесь на третьем этаже в доме у нас большая библиотека семейная которая находится просто ужасном состоянии в плане там все вообще к верху к верху дном и вот нас планах еще разобрать библиотеку так что нам здесь скучать вот прям не приходится ну как ружев в домашних делах бытовых хорош так же как и на трассе очень хоро не он на трассе он вообще непревзойденный а в домашних делах тоже хорош но ты знаешь он дома в принципе все бытовые какие-то проблемы у меня решил ну как бы там какие-то может из первого раза но человек старается какой оружие молодец вот ему прям благодарность от всех что ты держишь прям это знамя у хорошего мужчины своих руках катюха я хочу тебе сказать одну вещь что с таким количеством глупых вопросов я не сталкивалась никогда это абсолютно закономерно это абсолютно закономерно я даже ты увидела что мне каждый день пишут у меня просто я личку разбираю и каждый день такой типа блин ребят ну типа и серьезно почему вообще это спрашиваете я представляю я представляю потому что мне пришлось даже заблокировать нескольких людей зачем ты блокируешь ты что это наоборот самые интересные люди которые всякую фигню пишут это самое интересное которые там да блок по половому признаку понимаешь там произошел просто не совсем умные парни были я заблокировала ну если честно двоих всего лишь заблокировала так что небольшой список небольшой черный список в РДС поэтому мой первый главный вопрос ты как гуру хейтеров уже гуру реакции на всех хейтеров в этом мире на самом деле я тоже достаточно закаленная потому что когда у нас случаются какие-то факапы на РДС первыми кому сыпятся всякие различные недовольства от зрителей это я я тоже знаю как с этим справляться но ты у нас совсем в передрягу попал недавно рассказывай как ты справляешься с этим огромным потоком хейтеров слушай ну история простая изначально я конечно была шокирована то есть после моего первого выезда на РДС когда на следующий день я проснулась знаменитой в кавычках но не в том вообще ключе в котором не хотелось я конечно я сильно переживала я не понимала как вообще ну как такое может быть что я сделала людям почему они меня так сильно не любят но потом я подумала ну ничего это все справедливо это все заслужено вот научусь ездить будет получаться пройду квалификацию перестанут меня хейтить в этот же год я прохожу квалификацию делаю неплохой правильный заезд там был этап в Рязани по-моему я не помню все хорошо проехала и на меня еще больше сваливается дерьма я думаю ну ничего вот сейчас я в топ 16 заеду и тогда обязательно меня полюбят и будут ко мне но изъезжая в топ 16 пофиг все равно в прошлом году я встаю на тумбу на РДС запад я объезжаю Гочу я объезжаю Ермохина и Макса Гроссмана на Винтердрифт баттл я в Китае беру две тумбы короче ну я уже реально в какие-то начинаю делать там успехи и еще больше дерьма и ты понимаешь что у людей просто каждый сезон новая причина то есть когда-то это было то что я не умею ездить потом что я отобрала у Демира машину а потом значит была история с тем что я стала пилотом аймол рейсинг и Люха не стал потом то что я в клипе All1 и снялась там и тогда ну то есть там то что даже за это прилетела то есть что там даже Леван же сделал со мной пост о том что вот там Катя такая классная я так рад был с ней да это я люблю а я кстати этого не видел а потом только это увидела там спустя какое-то время и он написал в пост даже там нашлись люди которые а и он написал что у меня теперь есть фаворит в РДС и люди написали что ты просто не видел как она ужасно ездит и как там другие в РДС ездят и даже там понимаешь нашелся кто-то кто какого-то дерьма написал и я просто это все на вопрос как я с этим справляюсь я тебе расскажу я во-первых поняла что реальность и то что люди там думают о том что происходит в моей жизни это две абсолютно разные вещи это так которые пишут гадости они во многом в большинстве своем не очень адекватно просто воспринимают действительность во-первых а во-вторых я же не студолларовая купюра чтобы меня все любили знаешь то есть как бы ну это нормально что кого-то я могу раздражать кому-то я могу не нравиться и более того я же действительно какие-то вещи делаю допустим плохо в чем-то может быть я какие-то глупости совершаю все мы люди и я просто стараюсь к этому спокойно относиться не парюсь но конечно восьмого марта когда объявили состав Аймол я вот это был твой подарок на восьмого марта такого даже я не ожидала вот это было реально просто ад то есть у меня во-первых у меня дикий был отток подписчиков после этого кстати у меня статистика на инстаграме очень сильно упала у меня просто личка разорвалась у меня там и ватсап какие-то мои знакомые ну это просто был какой-то кошмар то есть дошло до того что я позвонила даже Илье и поговорила с ним потому что думаю а вдруг он тоже на меня типа обиделся то есть как бы ну уже настолько понимаешь все это уже до такой степени что сомнения начали закладываться в твою голову потихонечку да я кстати пользуюсь случаем хочу обратиться обратиться ко всем тем кто смотрит сейчас эфир это не только зрители РДС но и твои зрители и вообще ребята давайте пожалуйста будем менее критичными посмотрите на Катюшу единственная действующая девушка пилот в РДС да она едет за команду Аймол Раша возможно вас немножко не устраивает состав но это решение принято и эта девушка старается из года в год из тренировку в тренировку она становится лучше давайте прекратим уже вот эти все сексистские какие-то комментарии и просто прочие комментарии мы за это будем нещадно банить несмотря ни на что все кто вчера оставил плохие комментарии в группе ВКонтакте уже забанены мной инстаграм тоже будет забанен я не успела почитать даже я тебе не буду давайте читать что своих хватает давайте же дружно я не успела почитать я люблю их даже понимаешь они даже прикольные свои вот этой неполноценности ну реально вот эти вот все вот люди подожди потом скажут а ты сказала что свои люди у тебя неполноценные подписчики неполноценные почитатели нет ну знаешь ну человек который пишет там ты тупая курица там с ошибками ой это еще очень мягко ну да да нет это мягко я ж не буду в эфире материться а вдруг там дети смотрят или еще кто или моя бабушка например эфир смотрит она там найдет каждого устроя твоя бабушка зарегистрирована в соцсетях ну слушай ну в инстаграме нет но она ютуб смотрит она в ватсапе очень активно переписывает кстати как твои родители вообще вот отреагировали на то что ты резко поменяла сферу деятельности мы поговорим о том чем ты занималась до этого ну вот давай к этому вопросу как ты решила после чего ты решила стать дрифтером и как родители к этому отнеслись best lady задает этот вопрос давай ответим на первый вопрос от подписчика ну я достаточно много на самом деле на этот вопрос отвечала я тут ничего оригинального не скажу я с детства хотела заниматься гонками мне нравились машинки то есть вместо игрушки были только машинки и как-то вот меня прямо к этому тянуло ко всему знаешь такому пацанскому в какой-то момент я очень захотела skyline у меня появился skyline мне было 20 лет по-моему и вот как-то так постепенно помаленьку потихоньку шаг за шагом все пришло к тому что я выехала на первый этап RDS я честно тебе скажу я даже не поняла сама как это произошло то есть просто настолько как-то все своим чередом шло 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 я готовила потихоньку машину ну как-то вот я все боялась там ставить в нее каркас то есть какие-то знаешь такие изменения делать которые уже невозвратные и потом мой знакомый взял машину очень сильно ее разбил и говорит ну давай раз такое произошло будем ее устанавливать я поставлю тебе каркас я говорю ну ладно и вот мне воткнул каркас я поняла что другого уже пути нет и выехала на RDS как-то вот так и там появилась а что касается ну то есть вот это действительно было так то есть я просто подумала ну блин машина же готова а чё б не выехать и сразу в пекло да так я не знала что я больно знала что такое RDS ну типа я один раз была на этапе ну чё-то там катались ну я вот честно я знала что ну там дрифт типа я умею делать знаешь эти бублики думаю ну зашибись хватит а чё ещё надо бублики, пончики чё там газ жмёшь рулём крутишь нормально ну и все и приехала я тебе более того скажу вот этот первый этап который был я на нем кайфанула даже то есть это было прикольно я приехала у меня было запасных колёс это был последний этап на котором я кайфанула понимаешь у меня не было запасных колёс у меня не было у меня не было даже под машину этой клеёнки понимаешь там уже не говоря там о палатке ещё чем чего-то и мне нравилось даже вот то что у меня получалось там немножко кататься я думала блин классно а потом был день квалификации и пришло по-моему семь тысяч зрителей я такая опс вот ну и конечно всё это было волнительно уже но к чему всё это мы начали а к тому как родители мои отнеслись ну сначала конечно все посмеялись ну как бы папа смеялся до сих пор на два часа там ржёт надо мной что фигней страдаю мама ну переживала но в принципе мама всегда меня поддерживает даже сейчас папа знаешь смеяться-то смеётся но при этом там друзьям на работе там коллегам показывает там какие-нибудь ролики где там с Петровым по трассе Формулы-1 гоняю или там клипе Эльвана снимаюсь или там такая гордость уже родительская да то есть как бы он все время говорит дрифтерша недоделанная а сам как бы ну я знаю что всё равно к этому относится я думаю что с уважением каким-то и с гордостью вот ну круто здорово а бабушка то как папа мама всё понятно бабушка мы тут про бабушку бабушка вообще понимает что ты делаешь она понимает она смотрит болеет она её там постоянно наше местное телевидение приезжает снимать какие-то интервью у неё берёт и ты знаешь я тебе более того скажу те кто на меня подписаны они знают наверное эту историю но у меня в принципе мой первый выезд без бабули бы наверное не состоялся потому что был апрель месяц семнадцатого года мне позвонил Рашид мой механик сказал что машина готова к РДС я понимаю что я успеваю подать заявку на первый этап позвонила Настя ну я тогда не знала что это Настя я думала что это Вика да Настя там работала Вика она была очень строгая я очень боялась вообще звонить но Настя была супер дружелюбная подумала сначала что это Катя Седых ей звонит и я спросила могу ли я подать заявку она говорит ну да присылайте типа ну мы рассмотрим вообще все могут участвовать я положила трубку и знаешь начала так нервничать ходить по квартире а я была у бабушки в гостях я хожу туда-сюда бабушка видишь со мной что-то не то говорит Катя ты что такая нервная я говорю бабуль вот хочу ехать на соревнования ну вот не знаю выезжать не выезжать она говорит ну а почему ты думаешь я говорю ну бабуль ну я боюсь и бабушка пострела и говорит знаешь что я никогда не думала что ты у меня ссыкло и все после этого как я могла не выехать знаешь ну понятное дело что я поехала теперь ты из-за этой фразы залезать не можешь даже если очень захочешь да поэтому не ну она поддерживает она там что-то даже пытается там разобраться посмотреть то есть там ну не у меня вся семья следит так-то и все стараются как-то свою лепту внести то есть там я не знаю там бабуля рвется даже рвалась на этапу приехать за меня поболеть но я просто понимаю что если бабушка приедет там не дай бог кто-то меня кто-то мне там низкую оценку поставит или там мне кажется знаешь можно рискнуть можно рискнуть и привести бабушку на какой-то такой этап когда до судьи далеко идти блин знаешь еще смешно было после первого этапа еду домой вот где у меня три нуля было на квалификации и мама звонит говорит ну что как дела я говорю да плохо вот мне три нуля на квалификации поставили она они там что оборзели это кто такой я тебя сделал как можно три нуля ты что там вообще ничего не сделала да не бывает такого и она была так возмущена я говорю маму спокойно типа все окей это было заслужено вот все хейтеры вам повезло что Катиной бабушки нет в инстаграм иначе к вам бы уже давно прилетело сто процентов Кать есть такой вопрос от наших подписчиков кто для тебя самый важный человек без которого бы тебя не было в автоспорте ну наверное ты на него уже ответила я правильно понимаю или есть еще кто-то без которого у меня бы не было в автоспорте слушай да мне кажется в первую очередь это наверное я сама потому что меня часто спрашивают как ты пришла кто тебя сподвигну то есть на самом деле не было такого что я там за кем-то следовала кто-то меня вдохновил там как-то особенно то есть именно то что я попала в сам автоспорт и дрифт это было какое-то мое ну вот личное решение я сама к этому пришла но сейчас вокруг меня есть ряд людей которые без которых я бы наверное продолжать не смогла именно потому что мне бы не хватило моральных сил со всем этим справляться потому что очень много это все-таки требует от тебя в плане именно стойкости характера ну и это в первую очередь моя семья ну и сейчас Женя конечно мне колоссальную поддержку оказывает потому что без него я бы наверное тоже по крайней мере все свои зимние злоключения там путешествия по Аманам Китаем и прочим я бы точно не вынесла это в одиночку было бы просто ад вообще кромешно Женька а он там рядом с камнем или уже ликвидировался куда-то в другую комнату нет сидит ну не знаю хотела у него спросить тяжело же тяжело ли ему поддерживать себя мотает головой говорит нет мотает все следа или нет говорит нет говорит легко и приятно да Женя наслаждение да говорит ничего сложного нет в этом какой молодец ну и конечно же вопрос касаемо твоей личной жизни куча вопросов которые я объединила в один его задал москвин аликс 45 да так когда ты выйдешь замуж за Ружейникова Жень август-сентябрь август-сентябрь говорит это что прям вот так скоро ну а чё тянуть как бы ну а сейчас просто ну а сейчас как вот сейчас замуж хочешь не выйдешь даже если даже хочешь замуж не выйдешь в регистрацию как хочешь слушай ну ты знаешь для меня настолько неважно там какой-то статус официальный план быть замужем не замужем абсолютно плевать вот правда ну в плане там это мне кажется это вообще ничего не меняет реально но если бы это для меня имело значение то я думаю что Женя абсолютно достойна для этого человека сто процентов и как бы здесь думать особо не надо просто для меня еще раз повторюсь там кольцо на пальце штамп в паспорте это настолько вообще второстепенно что ну как бы что это меняет по сути ну знаешь мы все равно будем ждать теперь август-сентября да ну фамилию поменяю мне нравится фамилию еще что-то офигенно вложек будет классный а что свадебный вложек будет еще классный вообще не свадьбу точно у меня не будет не вот это вообще даже не без ну а вот эти свадебные пикачки свадебные корочки на парковке нет вы пожалуйста только нет не никаких свадеб ну нафиг а как же кукла на капот на капот пусика нет никаких пусиков никаких капотов ничего нет спасибо ну хорошо запомни этот вопрос возможно он тебе больше всех понравится кстати что ты даришь за самый интересный вопрос мы не озвучили людям что ты будешь дарить да ну у меня как-то вариантов особо много не пришло оригинально в голову я подумала о свою футболку и блокнот ну здесь такой небольшой сюрприз будет если получится у нас у меня сейчас на подходе коллаборация с одним брендом одежды очень классным качественным и мы делаем там ряд очень крутых принтов один из них ну он просто топ я не могу пока рассказать вам об этом и эти футболки они никогда не будут раздаваться бесплатно их будет вообще лимитированная коллекция и если мы успеем точнее если ну вот сейчас вся эта ситуация уляжется и все это короче говоря пойдет в производство то это будет вот эта вот футболка если нет то футболки не сын никогда если что у меня еще остались и блокнот ну отлично в общем разыгрываем в любом случае футболку но будем держать пальчики за то чтобы это была футболка из новой коллекции какой-нибудь да Катя от меня личный вопрос мне я слышала о том что у тебя есть какой-то фонд расскажи немножко про свой фонд и вообще про свое увлечение искусством про свои лекции и вот про это про все немножко отойдем мы от темы дрифта в сторону прекрасной у нас все-таки женский стрим мальчики простите расскажи пожалуйста про свой фонд немножко открой свою другую сторону жизни для тех кто тебя знает как пилота РДС Слушай ну я не всем понимаю про что идет речь сейчас потому что я очень хочу свой благотворительный фонд у меня его к сожалению пока нет но я стараюсь регулярно заниматься благотворительностью я работала как-то раз в фонде который занимался привлечениями инвестиций в стартапе и потом сделала собственную компанию которая этим занимается но это не тот фонд точно и у меня есть свой интеллектуальный клуб который к сожалению сейчас пока что ну никакой деятельности в нем нет но достаточно активно активно мы проводили всякие мероприятия в Екатеринбурге еще в прошлом году и в рамках своего вот этого клуба мы его назвали клуб Ротко в честь художника абстрактного экспрессиониста одного из моих любимых в общем я вела там лекции рассказывала про живопись про искусство вызвала достаточно интересных преподавателей у меня там были и философы и фотографы там только в общем-то не было все это проходило в очень интересных местах в музеях в каких-то там старых домах в модных всяких там кафешках то есть мы там различные интересные локации придумывали вот ну к сожалению сейчас опять же во-первых из-за сезона был сейчас сезон у меня летний насыщенный потом зимний потом коронавирус в общем как-то совсем времени не стало для того чтобы этим заниматься и пока что это все так поутихло ну вот соответственно если ты про искусство и про лекции это вот такая история я про это ты собираешься возвращаться к этому все-таки мне очень хочется к этому вернуться потому что во-первых мне очень нравится преподавать у меня вся семья преподавателей так или иначе и мне кажется у меня и мама лекции читает и отец и дедушка в общем много людей связанных с высшим образованием в семье и в принципе мне нравится работать на публику мне нравится просвещать людей это позволяет себя держать в тонусе интеллектуально потому что одним дрифтом если заниматься можно очень сильно отупеть честно говоря вот ну и плюсом знаешь по это какая-то такая женская работа которая опять же позволяет себя почувствовать женщины то есть это ну если опять же заниматься с одними машинками можно реально превратиться в мужика и все люди которые мне пишут там что я трансгендер окажутся правы по итогу знаешь мне недавно даже такие если пишут ну ты по-моему вообще скажешь женственная как такое можно писать вообще постоянно Катя я не понимаю постоянно Катерина Боченко зачем ты сбрил усы там эти люди тебя когда-нибудь видели я не знаю даже в комбинезоне ты очень женственная как можно вообще писать такие глупые абсолютно вещи спасибо конечно но мне дня три назад в супермаркете я дошла на кассу мне сказали молодой человек касса закрыта так что я не знаю может они в чем ты была почему почему они не определили что ты не молодой человек слушай ну у меня был такой как бы здесь этот шишка и на голове я была абсолютно не на краю но я в принципе не крашусь как бы вот с таким вот своим лицом и у меня знаешь есть такая куртка адидас она больше похожа на плащ палатку но я просто ее обожаю она супер оверсайз и вот я была в ней то есть там как бы никаких ты там не определишь точно какой пол у человека по крайней мере по его телу а лицо ну вот как бы извините с каким родилась ну видимо не всем это просто ужасно на самом деле но мы не будем обращать тоже на этих людей которые пишут подобные глупости внимания пускай пишут но знаешь несмотря на все это да я понимаю что искусство открывает такую женственную сторону но если на все на это посмотреть ни один твой проезд ни один выезд не сопровождался ни женскими эмоциями ты всегда очень женственно во всех своих проявлениях в радости в расстройствах поэтому ну точно за тобой уж это невозможно невозможно никогда заметить что ты менее женственная там или еще что-то вообще поэтому никого не слышит ты просто не видела как я механиков матерю не видела это правда стоит посмотреть я на самом деле я стараюсь не грубить никогда и разговаривать вежливо но у меня просто был случай когда мне в Рязани очень долго меняли редуктор а потом его не прикрутили до конца я выехала и он и я честно я тогда орала я прям я прям была злой я прям прям матом кричала ну нет матом я конечно не кричала ну хотя может быть я бы сказала что они долбоящеры ну короче как-то так но в целом нет не так что прям я орала тем более там в принципе у меня были механики которые достаточно взрослые то есть это люди старше меня я с ними на вы разговаривала ну как бы сказать им вы долбоёб я все равно смогла потому что ну это как бы реально было ты только что она не материлась она не материлась мы это никто это не заметил никто это не услышал не услышал тут какая-то девушка написала кстати мы можем с честью так и комплимент что если бы ты была не женственная то она бы своего мужа к тебе не ревновала что так призналась в прямом эфире ты расцениваешь это как комплимент надеюсь слушай ну я да ну ревновать никого вообще не надо ну что девочки и мальчики это глупо надо знать что вы всегда самые классные самые красивые самые любимые и никогда никого не ревнуйте это вообще абсолютно неправильно а попов господин тебя спрашивает не тот о котором ты может быть подумал а другой теперь ждать альтезу на v8 и коробки geforce как у ружья или какую-то другую версию слушай ну нет альтеза остается в том же спеке в котором она была в прошлом году плюс минус то есть остается тот же мотор единственно что мы его полностью перебрали мы там все поменяли вкладыши прокладку поршни новые поставили все 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 там на дефектовку блок силиндров отправили то есть мотор полностью пересобран новая турбина но опять же та же самая модель просто новая далее что та же коробка dti мы ее опять же разобрали собрали по подвеске у нас там будут изменения кое-какие то есть к сожалению еще не делают вайсвап на альтезу в новой версии так понимаю которая ну короче вайсвап удачный пока на альтезу еще не придуман поэтому там какую-то другую историю мы придумали с подвеской ну и все в принципе останется плюс-минус таким же даже оклейка останется такой же я признаюсь честно это меня конечно немного расстраивает потому что мне так нравилась моя машина когда она была легче да она будет легче потому что пластиковые двери что еще хочу аккумулятор а тебе не нравится твоя оклейка аймоловская оклейка ну как я просто я очень мне в принципе нравятся машины просто одного цвета ну то есть вот когда она была однотонная она была очень красивая да то есть мне в принципе ни одна оклейка не нравится я не помню ни одну оклейку которую я посмотрела и подумала блин классно а Вовкина Вовки Чевчана классная оклейка ну она у него тоже плюс-минус она у него как ну однотонно просто красная машина но немножко сметалика да поэтому оно и красиво смотрится а когда начинаются какие-то там вот рисунки какие-то сильно замысловатые узоры мне кажется во-первых сливается все все эти мелкие детали они же не видны там с расстояния и плюс машина темная очень то есть я бы конечно хотела чтобы она была немного посветлее может быть тебе попросить и тебе сделают розовым как у тебя диски например слушай ну я думаю что мне никто не будет делать розовую машину потому что должен соблюдаться командный стиль в любом случае все машины должны быть плюс-минус одинаковыми ну хотя бы вот у Чарльза у него и то посимпатичнее потому что у него хотя бы побольше светло-серебристого такого то есть машина на фотографиях у Лидии как-то поинтереснее мы потом будем делать короткую версию этого стрима и я вырежу специально этот блог отправлю человеку может быть она что-нибудь подумает на этот счет ну мало ли человек меня потом убьет не надо это показывать ты уже это сказала ты уже это сказала поэтому Нина я шучу говори что тебе нравится оклейка мы намонтируем это слушай а там период качества плохой наверное все будет такое в квадратиках но блин ребят извините вот какой есть интернат хотя у меня ЛТЕ показывает вроде бы как бы должно быть нормально ну я думаю что сейчас я смотрю я все слышу все мне красный ребята ребята давайте будем немножко другие вопросы быстрее быстрее другие вопросы нет вот она пишет что все нормально все нормально поэтому можно будет я тоже напряглась по телу с Ниной вообще шутить нельзя с Ниной очень строгая но справедливая вот это это очень важно это точно это не безосновательно это раздражает и когда все по справедливости это по поводу интернета ребят Катя находится за городом ну и плюс сейчас все сидят дома и вы уже слышали об этом что ни серверы инстаграма ни серверы там программы зум никто не справляется с потоком тех кто одновременно выходит онлайн поэтому давайте просто наслаждаться вы ее слышите вы знаете что она вот очень симпатичная улыбается сидит ну да чуть-чуть квадратиков но это ничего не меняет поэтому давайте радоваться и обращать внимание на положительные на какие-то вещи уж наконец-то что у нас сегодня за эфир да мы вот все положительное русло пытаемся людей обратить Кать если бы ты оказалась на необитаемом острове кого бы из пилотов ты взяла с собой но я хочу расширить этот вопрос вообще что бы ты взяла с собой и кто бы из пилотов помимо Жени естественно там должен был бы с тобой оказаться этот вопрос от Максима Батвина я думаю что мне бы хватило Жени но вообще наверное хорошая идея взять с собой Вову Чевчана потому что он умеет гнать самогон и он готов он умеет гнать самогон я думала он тебе рыбы там наловит да 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 он же еще он значит цыплят может срастить рыбу короче поймать пчелами занимается Вова очень хозяйственная так что с ним по любому не пропадешь ты знаешь я бы тоже Вовку с собой взяла бы на необитаемом острове он еще тот пятница поэтому Вова если ты насмотришь ты первый кандидат в списке да первый да точно так первый кандидат в списке а вообще ты бы хотела оказаться вообще ты любишь уезжать подальше от цивилизации знаешь там куда-нибудь в леса там или где-нибудь в джунглях там в Азии путешествовать ты любишь все эти дела слушай ну вот смотри лес точно не люблю потому что ну вот там типа за грибами ходить это вообще не мое во-первых я ненавижу всяких там комаров вот эту всю историю во-вторых я же плохо вижу и всегда когда все собирают грибы я все время хуже всех потому что я не вижу грибов короче зачем ты это сказала сейчас все скажут ага она плохо видит в общем да ну это вот действительно правда и то есть какой-то такой вот мне конечно хочется чтобы был комфорт знаешь когда он полностью отсутствует это неприятно но у меня был такой экспириенс я ездила в леса Амазонки когда была в Бразилии и три дня мы там жили прям в бунгало таком по-русски бунгало это говорят наверное правильно ну не суть короче в таком домике да прям в лесу ловили пираньи со мной там обезьянка жила прям в моем там домике то есть дикая обезьянка пришла ко мне маленькая вот и вот это было реально очень классно там не ловил телефон абсолютно не было никакой связи а еще номер скорпион прополз вот в этот мой домик ну маленький такой и обезьяна его съела короче ну то есть это было классно это реально классно это просто был форм боярд да классный был в принципе экспириенс вот это мне понравилось но больше трех дней я бы наверное там не выдержала вот а так я все-таки за комфорт мне нравится когда есть возможность сходить в душ нормально я не знаю там посидеть у камина подключиться к интернету что-то там посмотреть вот это по мне и спать чтобы было удобно это очень важно так что на необитаемый остров слово прости мы не поедем даже несмотря на то что ты самогонку болишь там спать жестко наверняка Катя вопрос следующий от товарища Клименко какую бы какую ты видишь машину своей мечты слушай ну здесь легко Евгений Дмитриевич а можно ты удалишься хотя бы в другую комнату это я слышу и сбиваюсь очень короче машина мечты я всегда отвечаю здесь очень просто у меня есть моя машина мечты и мне честно говоря другое не надо я очень люблю свой скайлайн я считаю что в принципе просто лучше машины нет ну там я имею ввиду по кузову точно 3 4 скайлайн это мой любимый кузов и ничего ну знаешь мне еще нравится очень Lamborghini Countach которая была в этом в основном инстинкте у Sharon Stone вот еще бы неплохой вкус ну не ну говорят что она очень неудобная и типа на ней ездить невозможно но да я бы хотела а вообще если у тебя предоставится такая возможность пересесть на другую платформу ты этой возможности воспользуешься и если да то что это будет ну смотря какая возможность если мне придут и скажут вот бери миллион долларов строй себе машину я конечно построй себе что-нибудь другое не альтезу потому что к альтезе вопросы имеются то есть ну там начиная даже от каких-то чисто там внешних то есть мне как бы в принципе эта машина ну она мне как-то не заводит знаешь то есть я смотрю на скайлайн и мне прям кажется ах классный а на альтезу смотрю ну да она миленькая такой бегемотик но она у меня как бы не вот какой-то страсти к ней нет ну и потом конечно я бы бегемотик а что бегемотик бегемотик да альтузик я бы хотела наверное присесть на какой-нибудь объемный такой мотор желательно нет не турбированный что-нибудь такое что будет более ровно работать без всяких там турбоям вот ну то есть хотелось бы попробовать конечно что-нибудь что-нибудь еще вот машина Ваня Никулина которая у него сильвия какая-то на ЛС по-моему я хотела ее купить когда Денис Пономарев ее продавал я как раз думала либо эту сильную купить либо альтезу причем альтеза была в два раза дороже но в итоге я остановила выбор на альтезе ну вот видишь тут кто-то пишет что поэтому у тебя ничего не выходит потому что машину нужно любить может быть сопротивляется твой альтубик бегемотик слушай ну мне кажется наоборот их надо мне кажется наоборот не любить а использовать ну то есть относиться как к инструменту тогда будет эффективность потому что когда ты ее любишь ты боишься ее лишний раз ударить ты там как-то слишком эмоционально к ней относишься может тоже неправильно вот поэтому я думаю что дело не в этом дело в том что просто у меня еще пока что нет достаточного достаточного навыка управления автомобилем и здесь как бы винить машину погодные условия знак зодиака и так далее абсолютно не нужно ничего никто кроме меня лично в этом я думаю не виноват скажи а бывали ли какие-то моменты у тебя за свою ну недолгую скажем так карьеру когда у тебя прям совсем упускались руки и ты вот прям уже психовала до такой степени что ты хотела все бросить случалось ли у тебя такое слушай ну я никогда не было такого чтоб я прям серьезно думала что я брошу я всегда понимала что я все равно буду уйти до конца пока мне не будут удовлетворять мои результаты причем я не говорю о том что пока я там на тумбу не встану а пока я просто для себя не пойму что я от этого кайфую что у меня получается что я там кого-то могу объехать я понимала что я не уйду в любом случае но конечно моменты когда опускаются руки они случаются случаются достаточно часто то есть так или иначе после каждого этапа у меня идет такой период какой-то значит когда я рефлексирую когда я там занимаюсь самоанализом самокопанием как долго этот процесс длится как быстро ты восстанавливаешься после каких-то тяжелых для себя эмоциональных моментов слушай ну я очень эмоциональная я могу конечно там вплоть до того что там уйти и расплакаться то есть было такое например на этапе в Сочи когда я целый день тренировалась и только уже под конец дня я поняла что я еду не по той траектории то есть я там же разворот а я до него не доезжала то есть там стоит бочка а я разворачивалась до бочки это все видели и тебе никто не сказал да это все видели все над этим смеялись все это обсуждали но мне никто не сказал о том что я это делаю а я понимаю я же никогда там не ездила по этому конфигу я понятия не имею что там и как и бочки даже не было на первой части ну тренировок ее же не поставили я просто весь день хреначу мимо будучи уверенной в том что все классно и я проезжаю конфиг оказывается нет и конечно а на следующий день уже тренировок нет все квалификация я понимаю что у меня выезжает на квала у меня только два тренировочных разогревочных проезда и этот этап в Сочи который для меня важен потому что до этого я там разбила машину и я выхожу в тех парк ко мне подходят ребята там из Красноярска ну тоже пилоты и говорят ты сюда приехала лицом торговать что ли что ты так ездишь и знаешь в этот момент когда я и так на эмоциях еще не мне это говорят я конечно ну как бы при них вида не подала никакого но пошла потом по трибуну и сидела прям рыдала то есть я сидела у меня прям слезы градом я плакала я не знала что мне делать ну прям вот у меня был такой знаешь момент так так Катя у нас немножечко подвисла я думаю что она переподключиться либо сейчас связь должна восстановиться к сожалению у Кати не очень это мне это мне позвонили просто и все прервалось поэтому короче на следующий день как правило я уже отхожу то есть как бы я поплакала я понервничала попереживала как правило это никто даже не видит а на следующий день я понимаю ну а что дальше думать о том что ничего не получается сидеть и грустить а смысл какой но было и было сделала свои выводы двигаемся дальше и все я считаю что это самый правильный подход ну уметь как бы брать себя в руки и продолжать делать то что ты хочешь то что нужно ну это очень здорово на самом деле вот этому надо многим знаешь мужчинам поучиться на самом деле чтобы брать себя в руки в определенный момент идти дальше и не возмущаться и не всех вокруг не видеть у нас случаются такие персонажи скажу тебе по секрету но ты и сама об этом знаешь да что такие персонажи есть а если бы сейчас первый этап продает жупи не перенесли какова готовность вообще твоя к сезону вот на данную дату на 7 апреля ты помнишь готова к сезону я достаточно ответственно отнеслась к подготовке машины и сразу же после этапа в сочи она отправилась в сервис также уже вопросы к тому насколько расслаблены ребята ее собирали зная что до сезона еще очень много времени но тем не менее в принципе машина ну там из ряда почти готова то есть к первому этапу с машиной бы точно все уже было окей ну там типа 90 процентов сейчас проблема только в том что топливные баки же нам нужны новые по регламенту еще никто об этом не знает из зрителей ну вот откроем вам небольшой небольшой секрет страшно ну короче нужны теперь амалогированные топливные баки и они их нет в России просто нигде в наличии и я их купила в принципе тоже достаточно заранее но сейчас из-за всей этой ситуации они просто не могут приехать а там же еще его надо установить к нему надо там из-за него там вся проводка все короче зависит от того где он как встанет и конечно какие-то моменты просто сейчас застряли вот из-за этого ну я думаю что надеемся мы по крайней мере что скоро уже все откроется потому что эта ситуация должна когда-нибудь уже превратиться в хорошую для нас для всех ситуацию кстати в итоге сейчас сидят дома и по большому счету не знают чем себя занять чем ты занимаешь это свободное время ну я работала эти дни понемногу каждый день у меня там передали какие-то задачи я вот прибиралась в доме тут прям очень много чего есть делать я спала первое вот как я прилетела из Испании я честно скажу я дней 10 я просто спала то есть мы спали там ну часов по 16 в сутки потому что я очень устала но у меня был действительно очень тяжелый год у меня не было никакого межсезонья я просто хреначила гонку за гонкой и вот я просто спала это было по кайфу вот ну в принципе я считаю что чтение книг очень хорошая история но главное тут не не прогадать с выбором прочитать то что действительно зацепит будет интересным потому что мне кажется большая проблема что люди пытаются прочитать то что там типа там умное актуально то что модно да а в итоге начинают их это не цепляет бросают книги и к чтению потом никакого интереса не возникает а если правильно это подобрать то я думаю что можно по кайфу прости время с книгой какая твоя любимая книга сложный вопрос на самом деле но я могу сказать из последнего что меня впечатлило это ремарк на западном фронте без перемен книга которую я читала уже не первый раз но когда я читала там из ряда в 15-16 лет я так не понимала всего того что там описано а сейчас какой-то момент она меня прям до слез цепляла она мне очень понравилась и язык и все ну ремарка есть ремарк конечно момент такой что у него все очень грустно и всегда плохо заканчивается но это было действительно роскошно мне очень нравится оруэлл мне нравится 1984 естественно кстати сейчас очень актуально это почитать мне нравится скотный двор у него очень сильно мне нравится такая тяжелая классика типа достоевского опять же я люблю там какие-то там тяжелый русский люкс да то есть такие вот истории мне нравятся ну это если из художественной литературы очень антиутопии нравится там типа типа замятин замятин да там вот ну такой вот там брэддрей и так далее в общем ребят очень много хорошее берите пример Екатерина у него прекрасный литературный вкус между прочим знаете там он не все дудей смотреть на ютубе вот пожалуйста можно и книжечку открыть почитать Кать Довлатова кстати можно почитать Довлатов легкая интересная такое забавное чтиво которое поднимет вам настроение у него есть я бы даже сказала очень легкая очень легкая и очень по кайфу ребят все покупаем Довлатова читаем Кать на чем ты ездишь вне трека какая твоя машина с тобой всегда просто в рабочих трудовых в буднях ну в Москве я использую каршеринг в Екатеринбурге я в основном езжу на маминой машине от инфинити М седан в принципе вот своей машины как таковой у меня нет у меня слишком много боевых машин чтобы позволить себе еще свою собственную для передвижения чтобы позволить а где тебе больше всего нравится в Москве или в Екатеринбурге честно говоря Екатеринбург для меня вообще лучший город в мире мне здесь очень комфортно мне здесь нравится здесь моя семья здесь есть все необходимое для жизни при этом не надо стоять в часовых километровых пробках чтобы куда-то приехать все гораздо дешевле чем в Москве ну то есть там из разряда ты можешь себе позволить вообще все что угодно в этом городе и остаться в рамках такого ну достаточно разумного бюджета вот здесь мне кажется люди подобрее так скажем ну и здесь конечно какие-то контакты которые еще там с детства какие-то там школьные друзья там ну меня здесь лучше знают в общем не знаю Екатеринбург для меня это конечно любовь я жила и в Барселоне я жила в Лондоне я живу уже много лет в Москве но все-таки ЭКБ в моем сердце а Ружье нравится ЕКБ конечно нравится куда он действий ну Женя тебе нравится Екатеринбург говорит потрясающе ну правда он здесь хорошо а через с ним он хороший он комфортный Женя ненавидит Красноярск но любит Екатеринбург Ружьё, ты почему ненавидишь Красноярск? Ты просто сейчас разбил сердце в половине. Потому что в него там пустыми банками кидались. Когда он на какой-то там этап приезжал, но его там не очень приняли. А я вот люблю, кстати, Красноярск. Это тоже прекрасный город. Отвратительный город, в котором обиженное ружьё. Кстати, зимний или летний древний? Сложный вопрос, потому что, конечно, адреналина однозначно больше в летнем. Но зимний мне нравится тем, что... Ну вот в этом году был дурацкий зимний древний. Потому что не было возможности на тех этапах, на которых я была, тренироваться. А вообще, конечно, по кайфу зимой. А из-за чего это было? Из-за обилия участников? Нет, это было из-за температуры. Что первый этап всё растаяло, второй этап тоже всё растаяло. В общем, как-то все этапы, когда была нормальная температура, я была в Омане. Поэтому особенно... А как тебе Оманский дрифт? Ну, знаешь как? Во-первых, я очень недооценила соперников. То есть я подумала, да, нормально, Skyline 470, чики-пуки. Мы его загрузили, перекрестили. Там мотор стучал уже, знаешь, на коробке на баксиполе. Короче, всё, пойдёт. И так пойдёт. Приехали туда, там у всех тачки облегчённые, по тысяче сил. Ну, у них денег вораб уже очень много. Они там просто какие-то бешеные проекты. И они не так плохо ездят. То есть они уже там много лет на этой трассе долбят. И они прям, ну, подготовленные. И момент такой, что там, конечно, ужасная организация. Я много раз вспоминала РДС, находясь там. И просто думала, блин, какие же все хорошие, кто делает РДС. Именно потому, что, ну, у нас всегда какое-то расписание есть, которому все следуют. У нас на тренировках ты можешь потренироваться. То есть здесь было 8 часов тренировок. Я за 8 часов 6 проездов сделала. Не была незакольцованная трасса. Не пересекающаяся. Нигде. Но они не выпускали следующую машину, пока первая не доедет до конца трассы. Понимаешь как? То есть тебя выпускают, едешь всю трассу. Только ты когда финишируешь, выпускают вторую. А эта вторая еще перед тем, как выезжать, греет шины обязательно. То есть как бы на каждую машину уходит там минут по 5. Причем, знаешь как? Если у них два проезда подряд, они погрели шины, сделали один проезд и снова греют шины. Они не понимают, зачем это нужно. Но они это делают. Это как, знаете, они увидели, что Джеймс Дин левой ногой нажимает на тормоз. Так положено, да? И все нажимают на тормоз. Я спрашиваю, зачем это делать, не такие, ну, не знаю. Ну, типа, ну, все делают, понимаешь. То есть как бы прям там есть своя специфика. Но в целом интересный опыт. Интересный опыт, да? В копилочку можно. В принципе, для опыта все. Давай еще один вопрос от меня. Топ-3 дрифтеров в мире, которые тебе больше всего нравятся. Можно секундочку? Выпусти, пожалуйста, собак на улицу. Спасибо. У меня здесь собачки простыли. Топ-3 дрифтера. Топ-3 дрифтера, да. Которые мне нравятся как пилота. Давай, которые тебе нравятся как женщине сначала, а потом как пилоту. Давай так, разделим этих дрифтеров. Нет, ну смотри, ну мне, ну вот опять же, вот, ну, Вова Чевчан очень хороший человек. Вот он мне очень нравится. Если бы все были как Вова, жить было бы очень хорошо. Это женский рейтинг. Да, 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 да и ездит он хорошо, понимаешь. Нормально он ездит. Почему прекрасно ездит? А знаешь почему? Вот в Вове, в Вове есть человеческая. Вот Вова, он может тоже, он может не в ту сторону поставиться. Он может вылететь с трассы, он может развернуться. Но это, вот, понимаешь, я это вижу, и мне немножко проще становится. Потому что там все такие, такие уже аксакалы, понимаешь. Все уже все. Нет, все знают. А у всех все получается. И когда есть человек, у которого вот, ну, иногда не получается. и тебе как-то проще, думаешь, ну, блин, ну, есть, есть в нем что-то с тобой. Ничто человеческое им не чуждо, они такие же, как я, да? Да, да. Еще, давай, хорошо, Вовк, Чурчан, еще. Ну, Гоча очень хороший, ну, в плане, мне очень понравилось с ним ездить, он, мне очень понравилось, конечно, то, как он отреагировал на мою победу в Красноярске, потому что было видно, что он тоже рад, понимаешь, я радовалась, потанцевала, плясала, он тоже улыбался, он повел себя абсолютно по-мужски, и в этом случае, и в случае, когда я с ним попала в пару в Нижнем Новгороде, он мне прям дал, позволил с собой проехать, и, блин, ну, Гоча, конечно, красавчик, я его уважаю очень, и как человек, как пилота, мне очень нравится, что он лишнего не болтает, он очень скромный, на самом деле, то есть там в каких-то чатах никогда свое мнение не высказывает, но мне кажется, это такая хорошая черта для мужчины. Мне кажется, просто потому, что он чаты не читает. Ну, да, он и читает, это тоже классно. А кто еще? Блин, ну, я Дайга очень люблю, Дайга прикольный, но просто он такой, он такой в своем мире, он такой немножко странненький, ну, это Дайга, ну, не знаю, просто он какой-то, он такой смешной, миленький, такой все время сам по себе, всегда с одинаковым лицом. Как его не спросишь, Дайга, типа, как дела? Так, вот, вот такое лицо. Ну, блин, ты знаешь, я каждого люблю по-своему, в принципе, все ребята, с которыми мы катаем, они все классные, и я даже не могу сказать, кто-то там лучше, кто-то хуже, все очень крутые, как пилоты, и в принципе, как люди тоже. Так, у нас скоро отключится эфир, потому что скоро уже час как пролетел, давай, Катюха, какие пожелания твои всем любителям дрифта, какое-то такое прям наставление. подключаемся еще раз, ждем, ждем Катю и подключаемся, видишь, как, мы прям с того, чисто женский стрим. Так, что, мы добиваем концовочку, да, мои пожелания. Так, сейчас, Катя подключится. Ку-ку. Вот, вот, я стала тебя видеть. Пошла тепленькая. Еще раз. Ку-ку. Во, вроде ты здесь, да, отлично. Есть, есть, круто, все. Все, мы готовы к концовке. Мои пожелания людям, которые это смотрят, значит, следующего характера. Во-первых, в эти непростые времена, пожалуйста, относитесь ответственно к своему здоровью, к здоровью окружающих, берегите своих близких, особенно бабулек, дедулек. Вот, надо сделать так, чтобы мы все это дружно пережили и все были здоровы и счастливы. А если говорить более глобально, то я хочу всем пожелать быть добрее. Ребят, когда вы с добротой относитесь к другим, поверьте, и к вам будут относиться тоже очень хорошо, и, в принципе, жизнь будет лучше, если люди будут добрыми. И никогда не путайте, не принимайте доброту за слабость. Это не слабость, это, наоборот, признак очень сильного характера. Вот, все, что я хочу пожелать и сказать. Это прям звучит как тост, знаешь, и в вечернее время. Ну, я уже смотрю, как стоит бутылочка Шираза в холодильнике, я уже, знаешь, в ту сторону начинаю смещаться взглядом. Я тебя отпускаю в сторону прохладной бутылочки и в сторону ружья. Спасибо тебе большое за стрим. Спасибо. Это было очень круто. Спасибо тебе. Всем было очень интересно, и надеюсь, что всем было интересно. Видишь, мы с тобой так заболтали, что даже пропустили время эфира. В любом случае, спасибо тебе большое. До встречи на первом этапе. Скоро мы уже с тобой увидимся. Я надеюсь, что... Ой, Алиша, 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 знаешь, что я еще хочу сказать? Блин, я не знаю просто, я сделаю это или нет, но я хочу выложить, наверное, сегодня один видос в Инстаграм ТВ свой впервые. Он от не очень приятной ситуации, но, короче говоря, я сейчас подумаю, буду я это выкладывать или нет, но, ребят, если что, пожалуйста, посмотрите и по возможности расширите, потому что это, короче, мне кажется, это надо, чтобы люди это увидели. Хорошо, давай выкладывай. Кстати, когда там у тебя бложики твои? Я хочу... Вообще, вчера планировала сделать историю про фотографов, РДС и так далее. Огромное тебе спасибо, что тоже подключилась к этой всей штуке, но мне Старожилов прислал 20 гигабайт контента. Мне оператор мой, Кирилл, отправил там 7 гигабайт, короче. Я не знаю, как это сейчас все монтировать, но я постараюсь, наверное, сегодня ночью сяду, буду это все клеить, и чтобы завтра, наверное, утром это выложить. Там интересно получится, реально, даже для тех, кто далек от видеофотосъемки. Просто кто еще когда сможет посмотреть там на Старожилова, который рассказывает, как правильно дроном управлять, какие есть тонкости в этом. Это правда, это правда будет очень интересный эфир. И, кстати, мы с тобой-то не выбрали автора лучшего вопроса. А, лучшего вопроса. Вот еще, может, забыли. Лучшего вопроса, лучшего вопроса. Ну, ты знаешь, просто про то, когда я там замуж выйду, я его запомнила, но его часто задают. А это ты спросила, кого я возьму на необитаемый остров? Нет, про необитаемый остров. Это был Макс Ботвин. Ему вручаем. Вот давай Максу Ботвину и вручим тоже. Давай. А вот девочка, которая про женитьбу спросила, ну, давай ей тоже отправим. Я думаю, что я не обиднею, если... Ну, это тоже был молодой человек, на самом деле. А, это Маффик был? А, это был Маффик. Ну, Маффик мы тоже отправим. Хорошо. Я тебе, значит, отправлю этих двоих товарищей в директ, ты уже посмотришь с ними, свяжешься. И так что мы поздравляем Москвина, Алекс, 45, за вопрос о том, когда Катя выйдет замуж, напоминаю всем, это август или сентябрь. Максим, Максим, я потом тебе там скину то, что я обещала за то, что ты задашь тот вопрос в решении. А, и Макс... Схема сработала, схема рабочая, да? И... Рыжьё, прости, это заговор. Разводилась. Наоборот, сводила, а не разводилась. Никто тебя за язык не тянул, знаешь. И обман. И Макс Ботвин, вот, говорит, ударение на первый слог. Ты тоже выигрываешь про вопрос, кого возьмём на необитаемый остров. Возьмём, уже вместе. Да-да-да, мы уже всё собрали чемоданы. Так что, я вас поздравляю, мальчики, за хорошие вопросы. Кать, спасибо большое. Ружью большой привет. Вашей пухленькой, беленькой собачке тоже большой привет от меня, персональный. Хорошего вам вечера. И спасибо большое ещё раз за эфир. Ну и, конечно же, всем пока. Берегите себя. Всё, пока-пока. Счастливо. Спасибо. 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 Спасибо.